В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Депутат Московской областной думы вновь побывал в гостях у видновских журналистов. А так все, как у вас работа идет? Обязательная регистрация животных. Насколько это необходимо? Нужно собак регистрировать, нужно учитывать количество. Я думаю, даже и размеры надо учитывать. Команда «Видновские долголеты» заняла второе место в групповом зачете на Всероссийском фестивале оздоровительного цигун. Редакцию телеканала Видное ТВ и газеты «Видновские вести» посетил депутат Московской областной думы Владимир Жук. За чашечкой чая поговорили о работе, о героях сюжетов и статей и происходящем в Ленинском городском округе. На встрече обсудили, насколько сейчас вообще востребованы телевизионные и печатные СМИ. Владимир Жук поинтересовался у журналистов, с какими вопросами в редакцию обращаются жители. Затронули транспортные проблемы в муниципалитете. Ремонт дорог, работу перевозчиков. Люди рассчитывают на автобус, а он не приходит вовремя или вообще не приходит. То это беда. Люди опаздывают на работу, на электричку и тому подобное. Обсудили масштабное строительство в муниципалитете, а также растущие как грибы, тут и там нестационарные торговые объекты. Надо смотреть разрешительные документации и так далее. Но сейчас в связи с тем, что все проверки бизнеса запрещены, прокуратура не имеет права проверять ничего. Только в случае каких-то острых опасностей жизни и здоровья для людей есть такие жалобы. Тогда только так. А если просто проверить, то все запрещено, наложено полной мораторией. Поговорили о роли социальных сетей в освещении жизни в Ленинском городском округе. Ребрендинги видновских вестей и о том, что в эфире телеканала Видное ТВ с сентября появится несколько авторских программ. Напоследок Владимир Жук поблагодарил сотрудников редакции за работу и помощь в освещении важных для каждого жителя муниципалитета тем. Депутаты Московской областной думы рассматривают вопрос об обязательной регистрации домашних животных. Пока речь идет только о собаках. Наш корреспондент Юлия Погасьян попыталась узнать подробности нового законопроекта. И выяснила, по душе ли хозяевам питомцев такая инициатива. В последние годы встретить человека с собакой далеко не редкость. Степень популярности домашних питомцев можно проанализировать, взглянув на количество зоомагазинов. Разные породы, размеры люди часто берут четвероногих прямо с улицы. Может поэтому вопрос о регистрации животных возник именно сейчас. Нужно собак регистрировать, нужно учитывать количество. Я думаю даже и размеры надо учитывать. Это тоже важно. Вы бы подключились к этой инициативе? Да. С инициативой о регистрации собак выступили депутаты Московской областной думы. По их мнению, это необходимо, чтобы сократить количество бездомных животных, повысить ответственность хозяев, которые, бывают, выбрасывают своих питомцев, поможет установить личность владельца в случае, если четвероногий напал на человека, упростит поиски потерявшихся собак, даст возможность свободно путешествовать. Пока возникает больше вопросов, нежели дают ответов. И, конечно, если ведут эту систему на территории Московской области, Подмосковья, всего ближайшего, это будет замечательная история. Но все же, я думаю, она будет более выигрышно смотреться, она будет действовать на всей территории Российской Федерации. Потому что все-таки пока возникает непонимание, как это будет действовать за пределами Московской области. Но идея сама по себе очень хорошая, так как у меня у самой собака, уже ей два года, и мы активно с ней путешествуем. У меня вот тоже есть собака, зовут его Норт, и ему 7 лет. И как бы мы, люди, не относились к новому закону о регистрации домашних животных, давайте все-таки спросим у самих собак. Норт, что ты скажешь? Также инициатива позволит ветклиникам контролировать вакцинацию. Предполагается, что регистрацию собак будут проводить в государственных учреждениях ветеринарии. Процедура бесплатная. Законопроект «Народные избранники» в первом чтении уже одобрили. Юлия Багасьян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно-ЭТВ. Очередная лекция цикла «Путь к здоровью» состоялась накануне в Центральном парке Видного. Подобные мероприятия проводятся с прошлого года специально для людей старшего поколения. О том, как правильно поддерживать здоровье пожилых пациентов, рассказала врач-гириатор Видновской районной клинической больницы Надежда Сахарова. Вот мне приходят пациенты и говорят, вот как ушла на пенсию или ушел на пенсию, так все и посыпалось. Ну, естественно, посыпалось, потому что это стресс. Неважно, во сколько ты ушел на пенсию, в 55, в 65 или в 70. Ну, да, посыпалось, но не все. Всыпаться начинает, как правило, старше 75 лет. Вот тут уже определяется какой-то комплекс заболеваний. Надежда Сахарова рассказала о самых распространенных заболеваниях среди пациентов серебряного возраста, а также дала индивидуальные рекомендации пришедшим на лекцию. Кроме того, гости мероприятия узнали, каких узких специалистов им стоит посетить и при необходимости записаться на прием к гириатру. Любые медицинские встречи очень полезны. Я даже, собственно говоря, стараюсь в интернет залезть, там, Евдокименко посмотреть, там что-то. Вот видите, человек мне подсказал, что я могу к ней обратиться и решить свой ревматоидный артрит. Хоть его никогда не решишь, но все-таки как-то подлечиться. Напомню, что лекции цикла «Путь к здоровью» проходят в рамках проекта губернатора Московской области активное долголетие. Чтобы принять в них участие, необходимо иметь при себе социальную карту. Афишу мероприятий можно увидеть в социальных сетях и в газете «Видновские вести». В Красногорске состоялся всероссийский открытый фестиваль оздоровительной гимнастики «Цигун». Команда «Видновские долголеты» приняла в нем участие и заняла второе место в групповом зачете. Наша съемочная группа встретилась с призерами соревнований в Центре социального обслуживания «Вера», где проходят занятия. Плавные движения по тихую, спокойную музыку – так старшее поколение видновчан познает науку восточных мудрецов. Сейчас погода позволяет проводить занятия по Цигун на открытом воздухе. Китайская гимнастика проводится в Центре социального обслуживания «Вера» в рамках программы «Активное долголетие» больше года и стала очень популярным направлением. Недаром наша настройка на занятия начинается с внутренней улыбки. Так вот эта внутренняя улыбка через час занятий озаряет всех вокруг и нас тоже. Поэтому для нас Цигун – это гармония души и тела. Инструктор по Цигун международного класса Светлана Шевченко рассказывает, смысл этой гимнастики не в сложности. Ее основная задача – усилить общий поток энергии во всем организме. Это те люди, которым эта практика необходима. Потому что не нужны коврики, не нужно садиться, вставать. То есть это очень тяжело таким людям 60+. Проверить полученные знания и умения на практике участники программы отправились на Всероссийский открытый фестиваль оздоровительного Цигун в Красногорск. То, что мы увидели там вживую, общение, музыка, атмосфера, ну шикарно. То есть мы вдохновились. Теперь мы хотим больше комплексов изучать, новые комплексы изучать. Их там оказывается много. Мы-то думали, что их только раз, два, три и все. А их оказывается очень много. Главная задача наша была, конечно, выступить в едином духе. Чтобы это было единое. Чтобы прониклись люди, которые на нас смотрели. И мы в том числе. Команду из десяти человек назвали «Видновские долголеты». Капитаном был избран Константин Исангильдеев. Так как он единственный мужчина, посещающий занятия по Цигун. Несмотря на то, что состав участников был сильный, наша команда выступила достойно. Мы заняли второе место. Познакомились с новыми людьми. Татьяна Крыкова занимается китайской гимнастикой всего один месяц. Но также решила попробовать свои силы в соревнованиях. Я пришла сюда по состоянию здоровья сначала. С позвоночником были проблемы. Месяц занималась. Мне уже легче. Мне уже веселее. Меняется настроение. И вообще оздоровительные гимнастики, они международные. Поэтому Цигун сейчас китайская. Она помогает. И она не перенапрягает. И в то же время мышцы все работают. По итогам фестиваля видновские долголеты заняли второе место в групповом зачете. Но на достигнутом останавливаться не собираются. Пока освоен только комплекс упражнений для начинающих. Но многие активные участники настроены изучать и более сложные техники Цигун. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Виднетовы. В муниципальном центре культуры поселка совхоза имени Ленина успешно внедрили новый формат мероприятий. Он получил название «Подмосковные вечера». Как правило, на концерте минимум оборудования. Да и понятие сцены здесь весьма условно. Задача таких выступлений в том, чтобы в неформальной обстановке познакомить зрителей, жителей и гостей поселка с различными исполнителями, работающими в самых разнообразных творческих жанрах. Каждую неделю устраиваем музыкальные вечера. Мы приглашаем разные творческие коллективы. У нас выступают не только сотрудники Центра культуры и участники творческих коллективов. Также мы приглашаем с Ленинского городского округа с Москвой. Этот формат был придуман и запущен еще год назад. Он показал, что людям очень нравится такой почти домашний способ подачи музыкальных номеров. По сути, здесь нет заранее подготовленной четкой программы. Артисты сами вольны выбирать, что исполнять перед зрителями. В среднем один концерт идет где-то час. Как обычно. Ну, если публика просит, можно устроить и полтора, и два. Все зависит от настроения, желания зрителей и артистов самих. Первый концерт в рамках подмосковных вечеров прошел в формате так называемого «квартирника», где выразительные средства – это гитара и голос. Нередко погода вносит свои коррективы в расписание концертов. Но в первый в этом году раз все прошло как по нотам. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.